Они осуждены условно. В тот же самый день они вышли на свободу. Я стоял в зале суда, как дурак, а два эти ублюдка ухмылялись мне. Тогда я сказал жене, за справедливостью надо идти к Дону Корлеоне. Согласно традиции, в день свадьбы дочери к сицилийцу за услугой может обратиться любой человек, а тот не имеет права отказать. Америго Бонасера хотел воспользоваться этой возможностью. Он пришел попросить у Дона Корлеоне отмщения за свою дочь. Но его просьба разозлила главу преступного клана. Почему ты пошел в полицию, а не пришел сразу ко мне? У Бонасера на этот вопрос был ответ, который он решил не произносить. Бонасера не обращался к Дону Корлеоне потому, что не видел в нем друга и не хотел после оказанной услуги остаться в долгу. Теперь, в удобный момент, Бонасера желает воспользоваться ресурсом власти Дона Корлеоне, не давая ничего взамен. У тебя хорошо шел бизнес, тебя защищала полиция, и тебе не нужны были такие друзья, как я. А теперь ты приходишь и говоришь, Дон Корлеоне, мне нужна справедливость. Но ты не просишь с уважением, не предлагаешь дружбу. Почему Дон Корлеоне говорит об уважении? Ведь, казалось бы, по традиции он в любом случае не имеет права отказать. Но для Дона Корлеоне уважение кроется не только в соблюдении обычаев. Как глава преступного клана Корлеоне, обладает многими ресурсами. Связи, деньги, влиятельность и сила. Он хочет, чтобы люди, которые пользуются его ресурсами, равноценно возвращали ему то, что взяли. И при этом, что немаловажно, чтобы их отношения были дружескими, а не только партнерскими. Для построения таких отношений обе стороны должны прикладывать усилия, чтобы проявить взаимное уважение. Но Бонасера этого не делал. Пример крестного отца говорит нам, что уважение – это не данность, а заслуга. Бездействие по отношению к другому человеку не может восприниматься как уважение. Чтобы получить уважение, его нужно проявлять. Иными словами, уважение – это двусторонний процесс, в котором не может участвовать только один человек. Все мы так или иначе хотим пользоваться уважением в семье, на работе, в обществе. В пирамиде Маслова потребность в уважении и признании находятся в центре между социальными и творческими потребностями. Вряд ли кому-то из нас понравится ситуация, в которой нас ни во что не ставят, не считаются с нашим мнением или просто используют нас для личной выгоды. Но что значит пользоваться уважением? Как эффективно проявлять уважение по отношению к другим и распознать уважение в нашу сторону? Может ли уважение стать способом манипуляции? На все эти вопросы мы найдем с вами ответы в этом видео. Мы ценим, когда люди ценят наше время, проявляют заботу и готовы помочь, когда мы находимся в трудной ситуации. Мы считываем это как проявление уважения к нам и хочется проникнуться уважением в ответ. Сейчас я расскажу на примере, как такое уважение к нам может проявлять не только собеседник. Представьте, что вы пришли уставшие с работы или учебы, но забыли сходить в магазин и нужно заставить себя собраться, чтобы сходить в него. Или наоборот. Вы так заняты, что порой не хватает времени заняться готовкой или отвлекаться на магазин. Особенно представив большие очереди или то, что нужно таскать тяжелый пакет и идти домой. И тут вы понимаете, что было бы идеально, если бы кто-то это сделал для вас. И на помощь в данном случае может прийти самокат. Самокат это онлайн-магазин с доставкой свежих и качественных продуктов. Я уверен, что многие из вас уже им пользуются, ведь в нем более 2000 качественных товаров от овощей, готовых блюд до бытовой химии. И у них даже есть собственная продукция. Например, мне очень нравятся их фирменные йогурты. Иногда, когда нет времени для готовки, я покупаю и готовые блюда. Это и экономия времени, и приятный вкус. Кстати, обратите внимание на раздел скидки недели. Там самокат собирает товары разных категорий со скидками до 50% регулярно. Если вы также, как и я, любите ценить свое время, и вам важны удобство и комфорт, то обязательно попробуйте сервис самокат. Серьезно, ну попробуйте оформить хотя бы один заказ, и вы уже не сможете от него отказаться. Ребята из самоката сделали для меня промокод MENTAL, который дает вам скидку в 20% при первом заказе от 800 рублей. Поэтому обязательно его используйте при заказе в приложении, а ссылку я оставлю в описании. Прежде чем перейти к поиску ответов, стоит разобраться, как уважение проявлялось раньше и как это отразилось на нас сегодня. Для этого обратимся к историческим примерам. Первое, что можно заметить, для многих народов уважение является центральным понятием социального взаимодействия. Проявление уважения – это всегда некий регламентированный ритуал, нарушение которого считается невоспитанностью или даже оскорблением. Ритуальные действия нужны для создания социального союза, а проявление уважения направлено на сближение. Ритуалы проявляются в разных коммуникативных ситуациях, например, при приветствии, прощании или обмене подарками. Также ритуалы уважения распространяются на более широкие понятия. Уважение к старшим по возрасту или по социальному положению прослеживается, если не во всех, то в большинстве культур. В ситуации общения с социально направленными участниками для африканских племен характерно использование особых жестов и поз уважения. Ребенок, который принимает подарок от родителей или других старших, должен делать это сидя и не должен при этом смотреть на родителей. Сидячая поза – положение, в котором демонстрируется уважение. На Кавказе и в исламских государствах младший должен первым приветствовать старшего. Старших принято уважать за жизненный опыт, мудрость и знания, которые можно передать следующему поколению. Это как-то воспитание, всегда это с детства прививалось, то, что родители учили, воспитывали, что старших нужно слушать, бабушек, тем более бабушек, дедушек как-то в особенности. Также во многих культурах прослеживается традицию уважать и почитать своих предков. В Мексике, например, умершим родственникам посвящен праздник День мертвых. Исторические люди стремились уважительно относиться к ресурсам, которыми располагали на своих территориях. Обмен ценными ресурсами между народами или странами использовался как инструмент проявления взаимного уважения и доброжелательности. При обмене стороны получали не только экономическую выгоду, они заключали дружественные союзы, основанные на взаимопомощи. Однако иногда подарки могли вручать, не ожидая ответа, но также с целью наладить отношения. Во второй половине 20 века появился термин «панда-дипломатия». Изначально Китай дарил краснокнижного медведя дружественным странам, но позже стал дарить медведей и западным странам, например, США, в знак уважения и желания сотрудничества. В разных культурах есть некоторые общие для всех людей ценности. Среди них уважение стоит не на последнем месте. Прослеживаются также и похожие факторы, которые обуславливают проявление уважения. Среди них возраст, социальный статус и ресурсы. Однако важно понимать, что в разных культурах с точки зрения уважения есть не только сходства, но и различия. Например, в японской культуре при разговоре собеседники избегают заявительного контакта, в то время как в Европе смотреть собеседнику в глаза вполне естественно. В Китае прием пищи считается неотъемлемой частью деловой встречи. Отказ от нее расценивается как оскорбление. Также существует разница между западной и восточной моделью тактильной коммуникации. В западных культурах тактильные дружеские отношения более интенсивны и теплые для женщин, чем для мужчин. В арабской культуре все наоборот. Мужчины, гораздо чаще женщин, обнимаются при встрече и могут ходить по улице, держась за руки. Такое тактильное поведение не имеет романтической коннотации. Оно символизирует дружбу, высокий уровень доверия и уважения. Проявлять уважение означает бережно относиться не только к себе, но и к окружающим. Соблюдать общепринятые ритуалы вежливости и не только принимать уважение, но и проявлять его. А в случае межкультурной коммуникации важно помнить о национальных особенностях проявления уважения. Традиции с прошлого в какой-то степени наложили на нас отпечаток. Мы по-прежнему следуем некоторым традициям уважения. Однако пытаемся их переосмыслить и понимаем, что нас не могут уважать безусловно. Просто за возраст или наличие высокого социального статуса. Сегодня уважение рассматривается первостепенно в контексте заслуг и личностных качеств человека. А также в контексте того, как этот человек выстраивает отношения с окружающими. Мы уже с вами отметили, что бездействие по отношению к другому человеку воспринимается как неуважение. Поэтому важно занимать проактивную позицию. Проявлять уважение в таком случае означает подчеркивать важность собеседника и быть наравне с ним. Действенный прием для проявления уважения – использование имени. Наше собственное имя – это очень важное для нас слово. Если наше имя знают, значит нас воспринимают как отдельную личность. Так удовлетворяется потребность человека быть узнанным. Наши имена, даже несмотря на то, что они повторяются, делают нас уникальными. Называя собеседника по имени, мы подчеркиваем его важность. А это, в свою очередь, укрепляет в человеке чувство исключительности. Об этой человеческой потребности хорошо известно даже в маркетинге. Для повышения вероятности продажи, маркетологи стараются как можно чаще в разговоре обращаться к клиенту по имени. И даже используют имена в рамках рекламных кампаний. Как бы банально это ни звучало, важно назвать имя человека правильно. Если в разговоре забыть или перепутать имя собеседника, это поселит в нем раздражение и отторжение. А искажение чужого имени расценивается как неуважение. Особенно, если это сделано намеренно. Если вы хотите отбираться на него, есть болезнь? Послушайте, Верочка, мы изначально как? С чего начали, да? Ну вы не можете говорить про мужчину и женщину, потому что вы неуспешны, Верочка. Как бы я не хотела вас обидеть, но я приходится вас обижать как сваха. Вы неуспешны. На онлайн-шоу дебаты оппоненты должны поочередно высказывать свои тезисы на ту или иную тему. Роза Сибитова не только перебивает свою противницу в споре, но и часто специально коверкает ее имя, произнося его с уменьшительно ласкательным суффиксом. Об уважении оппонента не может быть и речи. Сибитова самоутверждается за счет противницы и подчеркивает не ее важность, а свою собственную. Для проявления уважения также используют зрительный контакт. Сохранение зрительного контакта показывает заинтересованность собеседники. Если подкрепить зрительный контакт активным слушанием, собеседник будет чувствовать себя значимым. Слушание – один из самых приятных моментов внимания, которые один человек может оказать другому. Когда к собеседнику прислушиваются, у него возникает ощущение, что высказанное понятно окружающим. Когда человека слушают заинтересованно, не критически, он начинает ощущать, что достоин уважения. Если в разговоре отводить глаза на посторонние предметы или смотреть в противоположную собеседника сторону, это может вызвать неуважение, а скорее непонимание, негодование или дискомфорт. Однако стоит добавить, что пристальный зрительный контакт также может вызывать дискомфорт. Поэтому порционный отвод взгляда на другие предметы, наоборот, будет считаться уместным. Собеседника будет волновать неэффективность вашей коммуникации, а то, слушаете ли вы его вообще, воспринимаете ли его как важного человека. В дальнейшем это может сказаться на отношениях негативно. При уважительном общении не стоит оставлять без внимания проксимику, то есть пространственные отношения между людьми. При контакте важно выдерживать правильное расстояние по отношению к собеседнику, не находиться слишком далеко, ну и не вторгаться в личное пространство к малознакомому или вообще незнакомому человеку. Чтобы понять, как это сделать, стоит разобраться в типах пространств. Проксимики выделяют интимное пространство, личное, социальное и общественное. Интимное пространство сопряжено с физическими контактами, в него допускаются только очень близкие люди. В рамках личного пространства человек организует взаимодействие с другими людьми и ранжирует их от интимных до формальных. В социальном пространстве находятся малознакомые люди. Дистанция общественного пространства соблюдается, когда общение направлено на большую группу людей. В рамках разговора о проявлении уважения личное пространство представляется самым важным. Вступать в чужое личное пространство лучше убедившись, что собеседнику комфортно. В противном случае он будет стремиться отдалиться от вас. Вторжение в личное пространство будет вызывать тревогу и зажатость. При взаимодействии позвольте собеседнику самому выбрать комфортное расстояние общения. Так он будет чувствовать себя гораздо уверенней и подсознательно считает проявленное вами уважение. Говоря о пространственных отношениях, нужно также упомянуть позу. Человек, испытывающий комфорт и расслабленность, занимает вокруг себя много пространства с помощью рук и плеч, а также положения ног. Человек, принимающий удобные расслабленные позы, с большей вероятностью сможет расположить нас к себе. Так как мы подсознательно считываем открытые позы как приглашение к диалогу. Закрытые же позы, или так называемые позы обороны, сигнализируют о несогласии, закрытости и недоверии. Несмотря на большое количество невербальных признаков, посылающих сигналы уважения, не стоит думать, что уважение складывается только из них. Они скорее служат подкреплением. Проявление исключительно формальных ритуалов уважения вместе с невербальными сигналами может быть недостаточно. Для большей эффективности нужно стремиться сделать проявление уважения точечным, то есть персонализировать его. Потребность признания находится на одном уровне с потребностью в уважении. Нам важно получать подтверждение нашей значимости из разных источников. При этом каждый человек будет понимать значимость по-своему. Актер почувствует себя важным и значимым, если его персонаж полюбится зрителю. Повар, если шефу нравится его блюдо. Одним из действенных способов выразить признание и уважение является комплимент. Но чтобы он подействовал, комплимент должен быть направлен на что-то особенное в собеседнике. Он должен быть личным и уникальным. Таким, который нельзя применить к другому человеку. Этот комплимент от Эллиена к своим гостям носит абстрактный характер. Его можно применить к разным людям. Он служит, скорее, формальным поводом начать разговор. Я вот прям твой фанат с точки зрения того пиздеца, который ты усталишь. Я прям всегда смотрю, ну заебись. Пример Собчак не означает, что в комплиментах можно злоупотреблять нецензурной лексикой. Однако ее комплимент звучит неформально и искренне. Он направлен на отличительную черту Моргенштерна. Его умение устраивать провокации. Персональный комплимент будет работать эффективней. Он подчеркнет важность собеседника и запомнится ему. Выражение благодарности также можно сделать персональным, чтобы повысить уровень уважения к себе и при этом продемонстрировать уважение к собеседнику. Формальный обмен благодарностями тоже важен. Он настраивает собеседников на позитивную волну. Для проявления уважения важно показать, что вы не просто соблюдаете формальности ритуалы, но что вы хорошо знаете собеседника и можете поблагодарить его за что-то конкретное. Хиллари Клинтон удалось сделать ценный комплимент Дональду Трампу, так как в ее речи содержалось нечто важное для самого Трампа. В ответ Трамп в своем комплименте также выделил важные черты Клинтон, которые были основой ее образа кандидата. Я обеспечу его родители. Его родители очень умеют и доводят, и я думаю, что это значит много о Дональд. Я не согласен с почти ничего другого он говорит, но я обеспечу это. Я очень рада от моих родителей, и они уделили прекрасный работа, и они были прекрасные, прекрасные дети, поэтому я считаю это комплиментом. Я скажу это о Хиллари. Она не уехала, она не уехала. Я обеспечу это. Я скажу это как оно такое. Уважение – объемное понятие, и к его применению нужно подходить комплексно. Уважение – это не только невербальные сигналы или ритуалы. В основе уважения – ваше искреннее отношение к человеку. Именно об этом и говорил Дон Карлеоне. Бонасера формально соблюдал все правила, но искреннего уважения к Дону Карлеоне не испытывал. Его поведение не показывало, что Дон Карлеоне для него действительно важен. В их случае уважение было не обоюдным, а односторонним, поэтому оно не сработало. Чтобы установить по-настоящему уважительные отношения, активными участниками должны быть обе стороны общения. Иногда люди намеренно совершают действия, чтобы вызвать к себе уважение окружающих. Но эффект оказывается противоположным. Об этом я уже много говорил в ролике про фильм «Лицо со шрамом». Часто люди, стремящиеся заполучить всеобщее уважение, занимают вокруг себя слишком много места, при этом ущемляют других, вторгаясь в их личное пространство. Так человек пытается перетянуть на себя фокус внимания и показать себя более значимым, чем его собеседник. Такое поведение многим трактуется как «излишняя самоуверенность». В частности, в российском обществе это воспринимается негативно. Мы склонны быть более расположены к людям, которые не выделяются на общем фоне слишком сильно. В ситуации, когда один собеседник хочет показать себя более важным, невозможно говорить о равноправных отношениях. В таких условиях создать взаимное уважение будет гораздо сложнее. Человек, желающий показать себя более значимым на фоне других, также часто перебивает или вовсе не дает другим людям высказаться. А мне нужна личная жизнь веры совсем. Я констатирую факт. Но тогда вы не можете констатировать факт, что я неуспешна. Вы к этому возрасту... Ну нет, а я критерию... Но как вы меня не знаете, в моей личной жизни. Нет, критерию успешности в моем представлении. Вы на что намекаете-то? Стоп. Вы там снимались и вы анонсировали свою программу. Я прошу прощения, я очень не люблю, когда мне говорят «стоп». Я уже отметил, как нам важно быть услышанными. Если кто-то лишает нас этой возможности, к такому человеку мы будем испытывать внутреннюю неприязнь. Может сложиться и другая ситуация. Собеседник дает высказаться и не прибивает. Однако обесценивает чужие слова. Такой ход также используется для того, чтобы показать собственную значимость и при этом занизить значимость других. Главная ошибка, которую можно совершить, добиваясь уважения, это пытаться давить каким-либо авторитетом. Будь это возраст, социальное положение, финансы, жизненный опыт или образование. Я так думаю, я говорю правду абсолютно всегда. Честно и без... Учиться надо. Данные есть, но нужно учиться, чтобы управлять своим голосом. Он пока еще тебе не подчиняется. Ага. Это была реклама кафедры эстрадного джазового пения? Нет, никакой рекламы не было. Я как просто опытный человек говорю. Лариса Долина этими словами говорит буквально следующее. Я умнее, поэтому меня надо уважать. А мнения человека, менее опытного, чем я, мне неинтересны. И оно не стоит внимания. Вы просто обычный человек, ну скажем так, вы как физическое лицо. Вот я выступаю как юридическое лицо, как профессионал. Да, я 25 лет занимаюсь брачным бизнесом. Более того, я в первом образовании системный программист, я мыслю системно. У Сибитовой по сравнению с соперницей действительно больше преимущества и опыта. Однако, называя ее физическим лицом, а себя юридическим, она сразу задает тон разговора и поцелает сигнал зрителям, что мнение соперницы нужно расценивать как менее весомое. Все вышеперечисленные примеры сводятся к одному. Чтобы завоевать уважение, не нужно пытаться доминировать над собеседником. Перевес в чью-то сторону скорее будет вызывать раздражение в некоторых ситуациях, а не уважение, по крайней мере, между двумя лицами диалога. Стоит оговориться, что иногда доминирование может быть эффективным. Например, в ситуации, когда человек не воспринимает серьез, таким способом он может самоутвердиться. История известной подобной случаи. Маргарет Тэтчер прошла долгий путь, прежде чем стать влиятельным политиком. Долгое время к ней относились скорее снисходительно, чем уважительно. Ваш отец тоже политиком был, мисс Робертс? Совершенно верно. До мозга костей. И еще мэром Грэндома. И ко всему прочему бокалейщикам? Да. И вы ему помогали в... Помогала в лавке. Это был семейный бизнес. Отменный старт в политической жизни, я просто уверен. Но в течение долгих лет борьбы Тэтчер удалось стать сначала председателем консервативной партии, а затем и премьер-министром. Один из твоих коллегов сказал, что никто не был очень председателем, чтобы уничтожить Тэтти, потому что он должен остаться, и поэтому у вас есть много сил. Как вы председателем? Я очень председателем. Я должен был быть в моем политическом жизни, даже чтобы здесь. И я просто был председателем. Но зачастую стремление к постоянному доминированию над людьми не воспринимается положительно. В основе уважения лежат взаимная выгода и равноправие. Если в отношениях у кого-то больше прав и выгоды, уважительными такие отношения назвать трудно. Даже если вы обладаете преимуществами над собеседником. Их не обязательно выдвигать на первый план, чтобы казаться значимым. Уважение строится на основе свободы, а не подчинения. До этого момента я говорил об уважении в исключительно позитивном ключе. Уважение помогает людям сближаться и налаживать социальные контакты. Однако иногда уважение может быть использовано в качестве манипуляции. Ты меня уважаешь? Господи, Иван Васильевич. Тогда пей. Уважение как манипуляция применяется, когда собеседник просит нас сделать что-то, чего мы делать не хотим. Так как, по его словам, именно таким образом мы можем проявить к нему уважение. Манипулятор требует выполнения определенных действий, которые принесут ему выгоду или личное одобрение, которое, как он считает, должно соответствовать его картине мира. Американская стримерша Бэт Банни ставит в один ряд уважение и донаты. Что ты делаешь с твоей жизнью, где у тебя часа времени, чтобы смотреть Твич, и не пять долларов, чтобы дать контент, который ты слушаешь? Потому что люди просто не уважают меня как контент-креатер. По словам стримерши, зрители не уважают ее, так как не присылают достаточное количество донатов и не оформляют подписку. В ее системе это выглядит так. Вы меня уважаете, вы присылаете мне деньги. Но в данном случае это необязательные условия уважения. Люди тратят свой ресурс, время, на просмотр контента. А стримерша тратит время, чтобы его производить. В таком случае обмен ресурсами можно считать практически равноценным. Когда зритель хочет оформить подписку или прислать донат, он принимает это решение добровольно. Но стримерша манипулирует зрителями, потому что считает, что только донатами, а не просмотрами, люди могут продемонстрировать уважение. Часто в жизни подобная манипуляция оказывается действенной, и манипулятор все-таки получает желаемое. Но почему она работает? В основе такой манипуляции лежит чувство вины. Манипулируемый предпочитает выразить уважение так, как это просит манипулятор, чтобы сохранить отношения и избавиться от чувства вины. Существует еще одна манипуляция, основанная на уважении. Эту фразу наверняка слышали многие из вас. Она звучит так. Я сделаю это только из уважения к тебе. Почему эту фразу тоже можно назвать манипуляцией? Так же, как и предыдущая, эта фраза вызывает к чувству вины манипулируемого. Манипулятор как бы говорит своему собеседнику, я не хочу этого делать, но вы меня вынуждаете. Я сделаю это, чтобы проявить к вам уважение. Однако за это вы останетесь передо мной в долгу. При манипуляциях уважение нельзя считать искренним, так как выгоду получает только одна сторона. А другая сторона совершает действия по принуждению. В таком случае отношения не станут надежными. В них будут отсутствовать доброжелательность и настоящее желание к сотрудничеству. Мы уже убедились, что уважение проявляется не только словами и невербальными сигналами, но и поступками. Давайте рассмотрим некоторые не совсем стандартные примеры проявления уважения и разберемся, можно ли их считать искренними и каковы их последствия. В фильме Дюна вождь Фрименов Стилгер выражает уважение Летта Атрейдису с помощью плевка. Изначально его действие трактуется как агрессия. Из-за различия культур применения этого жеста. Сэр, я проявляю уважение к каждому, кто выкажет уважение мне. На самом деле, Стилгер делится самым важным ресурсом, который у него есть. Спасибо, Стилгер, за дар. Воду твоего тела. Мы принимаем ее и отвечаем тем же. Летта повторяет за Стилгером, однако видит, что он не знал о таком способе проявить уважение и растерялся. Летта преследует свои цели. Он ищет союзников в будущем сражении, поэтому готов предложить многое в обмен на союз. Но человек, который по-настоящему уважает Стилгера, это Пол. Спасибо, что прилетели. Я считаю, нашим народом есть что предложить друг другу. Не-не, вы пришельцы. Приходите за специи, забираете, ничего не даете взамен. Вы правы. Пол признает и уважает права Стилгера на владение территорией и ее ресурсами. К тому же Пол ищет иной способ принести мир на Арракис, нежели его отец. Прибыв на чужую планету, Пол следует ее правилам, чем и завоевывает уважение к себе. Именно союзу Пола и Стилгера впоследствии удастся победить в сражении. В «Убить Билла» Беатрикс Кидо проходил обучение у влиятельного мастера Пэймэя. Условия пребывания Беатриксу Пэймэя были крайне жесткими. Он ненавидит белых, особенно американцев. Ну а женщин он вообще ни во что не ставит. Так что будет нелегко. Пэймэй не стремился завоевать уважение Беатрикс, так как сам не питал уважения к ней. Но ее упорство и трудоспособность в итоге заставили Пэймэя уважать Беатрикс как бойца. Беатрикс, в свою очередь, научилась уважать Пэймэя, несмотря на унижения и жестокие методы обучения. Техники, которыми она владела, помогли ей преодолеть всех врагов на своем пути. Но то же самое нельзя сказать об Эль Драйвер. Но Беатрикс обучение у Пэймэя было ценным, поэтому она смогла извлечь уроки. Для Эль обучение не значило ничего. И она оказалась слабее. Даю тебе слово, что? Я сказала ему, для меня слово такого старого дурака, как ты, абсолютно ничего не значит. В фильме «Умница Уилл Хантинг» главный герой обладает незаурядными математическим талантом. Обнаружив это, профессор Ламбо хочет взять Уилла под опеку, использовать его математические способности для дальнейших научных открытий. Но человек, который действительно уважает Уилла, это психолог Шон Магуайр. Это катастрофа, Шон. Я хотел, чтобы ты помог мне с этим парнем, а ты все испортил. Я знаю, что делаю, Джерри. Мне плевать на ваши отношения. Не плевать даже, если вы посмеялись надо мной. Но не смей разрушать то, что я пытаюсь делать. Профессор Ламбо хочет лишить Уилла выбора. И, по сути, распорядиться его жизнью так, как это выгодно ему. И удовлетворить собственные амбиции. Но именно Шон Магуайр дает Уиллу свободу выбора. А не старается его починить благодаря нему, Уилл взял свою жизнь и принимает решение под контроль. Хотя до этого был готов плыть по течению. Уважительное отношение психолога помогло Уиллу многое понять. Все эти примеры демонстрируют, что уважительные отношения выгодны в долгосрочной перспективе и впоследствии приносят свои плоды. Уважение – это действенный механизм, который запускается с помощью сотрудничества и работает исправно, когда обе стороны готовы потратить силы на совместный поиск взаимной выгоды и обменяться ценными ресурсами. Уважение – одна из самых важных составляющих успешной коммуникации. Уважать собеседника означает ценить его, считаться с его интересами и точкой зрения. Когда отношения основаны на свободе выбора, взаимной выгоде и желании сотрудничать, их можно назвать уважительными. При этом уважение сегодня не может быть безусловным. Мы уважаем людей не только за те качества и ресурсы, которыми они обладают, но и за то, как они ими распоряжаются по отношению к другим. Чтобы создать по-настоящему крепкие уважительные отношения, нужно постараться увидеть в своем собеседнике такого же важного человека, как мы сами. Уважение и принуждение несовместимы друг с другом. Уважение к себе можно получить, давая человеку свободу, а не ограничивая ее. Уважение не может быть пассивным. Для построения крепких отношений важно проявлять инициативу. А на сегодня у меня все. Надеюсь, этот выпуск по уважению был для вас полезен. Я напоминаю, что помимо того, что вы можете подписаться на другие социальные сети, которые я веду, это Telegram, Яндекс.Дзен, стараюсь, группа ВКонтакте. Также я создал интерактивный турнир по коммуникациям, который проходит ВКонтакте. Рекомендую вам его пройти. Ссылку я добавлю в описании. Это трехдневный турнир, где вы получаете знания, практикуетесь, проходите различных боссов и закрепляете информацию на практике. На сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok